Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Sony представила новый контроллер для PlayStation 5. Называется DualSense, что в переводе означает «двойное чувство». Итак, что нового? Ну, конечно, кроме дизайна, здесь нам компания Sony обещает, что будет особая тактильная отдача. Вот прям от игр, то, что разработчики будут закладывать туда, то есть будет передавать, знаешь, как полностью сцепление с дорогой. Ну, до этого как вибромотор работает, понятно, что там разные чувства испытываешь, но здесь будет нечто другое. Почувствовать мы это пока не можем, потому что нам только показали изображение и дали технические характеристики. То есть это будет тактильная отдача, которая будет передавать нам ощущение от трения колес по треку, по пересеченной местности. Например, стрельбе из оружия, стрельбе из лука, то есть всё вот в таком ключе. Ощущение сопротивления и ощущение отдачи. И это круто, потому что контроллер – это то устройство, через которое мы чувствуем игру. Это классно, что Sony к этому подошли. Так, в принципе, конечно, подходят все, и Microsoft, и Sony, но дизайн мне очень нравится, потому что, в принципе, все контроллеры DualShock'а от Sony не особо менялись в дизайне, только четвёртый стал более с ручками такими кругленькими, что ли. Здесь… Давайте посмотрим на него. Мне только не совсем было понятно вот эти прозрачные кнопки, это типа, как я люблю, под штурмовика, чёрно-белый, ну понятно, что, наверное, будут и другие цвета. Знаешь, подсветочка, как всегда, сенсорная панелька, клавиша включения выполнена в логотипе PlayStation. Крутяк. Есть клавиша Share. Угол наклона руки и рукоятки были изменены, чтобы дать волю, короче, новым триггерам. А они, как заверяют Sony, они там адаптивные триггеры. А вся вот эта тема с виброоткликом, в принципе, это не новинка. Это новинка будет для Sony, потому что в Nintendo Switch, в Xbox используется прям такое же подобие. Главное, что триггеры, которыми будем там газовать или стрелять, они имеют как раз такое, знаешь, типа сопротивление, которое будет одновременно работать с DualSense, вот с этими вибромоторами, и то есть ты будешь полностью игру ощущать у себя в руке. Конечно, на ближайшие там хрен знает сколько лет USB Type-C. Для зарядки USB Type-C. Это должно быть и это есть. Ура! В контроллере есть встроенный микрофон, чтобы общаться там с друзьями в чате, чтобы не использовать гарнитуры, прямо отсюда. Клавиша, кстати, поделиться, заменена по названию на клавишу создать. Есть отдельно под логотипом как раз включения контроллера, который в логотипе PlayStation, есть клавиша отключения микрофона, сеточка динамика выглядит так же, как и в DualShock 4. Немножко по геометрии, мне кажется, контроллер начал напоминать контроллер от Microsoft. Немножко, да? Что-то в этом есть, такой пухляш стал. Эх, жалко, что сенсорную панель не сделали цветной, типа с маленьким экраном, это было бы круто. Но решили работать как раз в такую вот тему, чтобы почувствовать сопротивление. Посмотрим, надо будет дождаться, когда он появится в продаже. Черный-белый цвет, никаких там светящихся элементов нету, как раньше у нас было, для как раз такой дополненной реальности. Ждем, молимся, что в 2020 году, может быть, не отложат ничего и PlayStation 5 выйдет. Как только анонсируют, сразу оформили предзаказ. Потому что Xbox, CLSX и PlayStation 5 это просто must have. С вами был Ря, до новых встреч, пока, срочные новости. Продолжение следует...